С добрым утром начат день. Первым делом гоним лень. На уроке не зевать, а работать и писать. Здравствуйте, дорогие ребята! Приветствую вас на уроке русского языка. Ребята, на экране вы видите числа от 1 до 10. Как вы думаете, зачем же я их написала? Ведь у нас не урок математики. Сегодня каждый из вас попробует оценить свою работу в баллах. Я очень хочу, чтобы ваши баллы были ближе к наивысшему, к 10. Но для этого необходимо достойно поработать. Я желаю вам удачи! Начать наш урок я хотела бы с пословицы «Каждый день жизни прибавляет частицу мудрости». Как вы её понимаете? Мы узнаём что-то новое каждый день. Она будет девизом нашего урока. Вы знаете, что наши знания – это богатство, которое мы складываем в сундучок знаний, а когда нужно, достаём и используем. Сегодня на уроке нам понадобится этот сундучок. Вспоминаем то, что знаем. Давайте поиграем. Игра называется «Знаю-не знаю». Проверьте правильность своих ответов. Я знаю, какие члены могут быть в предложении. В предложении могут быть главные и второстепенные члены. Я знаю, как называются главные члены предложения. Главные члены предложения называются подлежащие и сказуемые. Я знаю, на какие вопросы отвечает подлежащие и в каком падеже оно стоит. Подлежащие отвечает на вопросы «Кто? Что?» и стоит в именительном падеже. Я знаю, на какие вопросы отвечает сказуемая. Сказуемая отвечает на вопросы «Что делает?», «Что делает?» и другие. Думаю, что все ваши ответы совпали с моими ответами. Мы продолжим открывать новые тайны русского языка о предложении и о существительном в косвенных падежах. Тема нашего урока «Второстепенные члены предложения. Дополнения». Сегодня на уроке мы будем учиться находить в предложении дополнения. Узнаем, что такое дополнение, на какие вопросы отвечает, с каким членом предложения оно связано, как подчеркивается. Рассмотрим предложение. Мальчик пишет. Понятен ли стал смысл предложения? Нет. Попробуем дополнить предложение с помощью вопросов, чтобы информация была более полной, точной. Мальчик пишет что? Кому? Мальчик пишет письмо брату. Выделим грамматическую основу предложения. Второстепенный член предложения, который выражен именем существительным или местоимением, обозначает предмет или лицо, на который направлено действие и отвечает на вопросы косвенных падежей кого, чего, кому, чему, что, кем, чем, о ком, о чем, называется дополнением. Предложение дополнения обычно связано со сказываемым. Так как оно обозначает, на какой предмет направлено действие. Дополнение подчеркивается пунктиром. А может ли быть существительное в форме именительного падежа дополнением? Конечно же нет. Существительное в форме именительного падежа – это подлежащее. А мы с вами продолжаем наблюдать, сравнивать и обобщать. Рассмотрим предложение. На столе лежит книга «Брат подарил книгу». Определим, каким членом предложения являются формы слова «книга». В первом предложении слово «книга» является главным членом, подлежащим. А во втором предложении – дополнением. Сделаем вывод. Формы одного слова в разных предложениях могут быть разными членами предложения, как подлежащим, так и второстепенным членам, например, дополнением. Как же найти дополнение в предложении и не ошибиться? Составим алгоритм нахождения дополнения в предложении. Первый шаг – найди грамматическую основу предложения. Второй шаг – найди слово, от которого зависит второстепенный член предложения. Выясни, что он обозначает, на какой вопрос отвечает, какой частью речи выражен. Следующий шаг – определи у него падеж. Если падеж косвенный, то это дополнение. Подчеркни пунктирной линией. Чтобы легко найти дополнение в предложении, предлагаю вам выучить такое стихотворение. Вопросы косвенных падежей ты безошибочно знаешь уже. Если задать их без промедления, тут же отыщутся дополнения. Используя составленный алгоритм, найдем в предложении дополнение. Произведем синтаксический разбор предложения. Зверек грызет дубок. Находим грамматическую основу. Кто? Зверек. Дубок – это подлежащее. Что делает? Грызет. Сказуемое. Задаем вопрос от сказуемого. Грызет что? Дубок. Обозначает предмет. Стоит в винительном падеже. Значит, слово «дубок» – это дополнение. Подчеркиваем пунктиром. Закрепим полученные знания. Прочитайте предложение. Выпишите словосочетание с дополнением. Определите, в какой падежной форме стоит дополнение. Объясните, чем вы руководствовались. Проверьте себя. А сейчас, ребятки, поиграем в прятки. Спрятались на удивление? Ну, конечно, дополнение. По картинкам определите и запишите спрятавшиеся дополнения. Поставьте вопрос. Определите падеж. Проверьте себя. Мы с ребятами гуляли в лесу. Кого? Зайку родительный падеж увидали. Рассказал он нам о ком. О белке предложный падеж. Сыграл лапкой на чём? На тарелке – предложный падеж. Девочкам он дал что? Корзину – винительный падеж. Предложил ещё что? Малину – винительный падеж. Проводил нас до оврашка. И пошёл играть с кем? С барашком. Все существительные в предложении являются дополнением. Выберите предложение, которое соответствует схеме. Обоснуйте свой ответ. Проверьте себя. Думаю, вы легко справились с этим заданием. Прочитайте текст. Найдите и подчеркните дополнения в предложениях. Проверьте себя. А сейчас давайте восстановим пословицы. Пословица «Тебя мы знаем, но не такое-то была». Дополнение мы вставим и тебя сейчас исправим. Проверьте правильность выполненного задания. Без чего? Без труда не выловишь и что? Рыбку из пруда. Следующая пословица. Что написано чем? Пером. То не вырубишь и чем? Топором. И следующая пословица. Сам погибай, а кого товарища выручай. Думаю, вы все вспомнили эти пословицы. Наш урок подошел к концу. Сегодня на уроке мы сделали еще один шаг к познанию секретов русского языка. Подведем итог нашего урока. Положим в наш сундучок знаний то, что мы узнали о дополнении. Что обозначает дополнение? Предмет. На какие вопросы отвечает дополнение? На вопросы косвенных падежей. С чем обычно дополнение связано в предложении? Правильно, со-сказуемым. Какой частью речи выражено дополнение? Существительным или местоимением. Как подчеркивается дополнение? Дополнение подчеркивается пунктирной линией. Молодцы, ребята! Вы хорошо поработали на уроке. Закончите фразу. Я узнал. Я научился. Я запомнил. Я удивился. Что вам больше всего понравилось на уроке? Оцените свою работу на уроке по десятибалльной системе. Благодарю всех за внимание. Спасибо за урок. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова